Все три трофея и Лигу Чемпионов, и Чемпионат Испании, и Кубок Испании, отлично! Дани Алвес, момент! И вот здесь надо забивать. Чуть с мячом не ушел за лицевую линию. 1-0 совершенно справедливо. И смотрим, кто же сделал такую идеальную передачу. Пожалуйста, офсайды нет, Рюдигер. И снова он, пас отличный на Дани Алвеса. Тот не пожадничал и выкатил на пустые ворота Суарос. Суарос молодец, Рюдигер тоже молодец. Кстати, любопытная еще одна история про Рюдигера. Я думаю, многие из вас помнят такого футболиста Стефану Ирандио. За Милан играл и в сборную Италии. Вот он на швейцарском телевидении выступал. Вот с верхотуры, конечно, очень интересно наблюдать за передвижениями игроков Барселоны. Посмотри, как они контролируют. Месси! Месси! Отлично! Да, это было круто. Особенно было, конечно, заветно, как Лео легко отрывался от Майкла. Когда забивал Суарос, они так не радовались. А вот вернулся Месси, и видишь, какая радость сразу у болельщиков. Барселоны, и они запели Месси, 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 своя любимая. Он вернулся, он улетал, но обещал вернуться. Улетал он сейчас от Майкла. Как говорила Фрэкинбок. Сейчас он очень легко улетел, упорхнул. Я хотел бы обратить внимание на голевую. У меня просто, я честно скажу, из этой тройки Суарес любимый футболист. На мой взгляд, это фантастический пример отсутствия игрового эгоизма. Посмотрите передачу, ведь сейчас именно Луис Суарес голевая. Вот как они уживаются втроем. Вот смотри, опять втроем переиграли всю оборону. И вроде бы ничего сложного. Отдал, открылся, подстроился, исполнил. Все, вот только руки можно развести Руди Гарси. 2-0, Леонель Месси забивает второй мяч. Пьянеч, Неймар танцует перед боснийцем. Раз, еще один финт, подача. И удар будет в касание! Суарес, Луисито, Эль Гранде, Эль Пистолеру, Эль Сус Леклоко. Великолепен был. Как он это делает? Великолепен был Луис Суарес. С лету попал он в дальний угол очень сильно. И 3-0 в пользу Барселоны. Да. Баты и тук-батри держался. Ну, Баты просто знает ключи к Барселоне. 3-0. Раз. Качнул вправо, качнул влево. Вот здесь от... Как попал, а? Как попал. Наин Галан отвернулся. Другой увернулся. Игрок Ромы. Ну, а щенсный не дотянулся. Ну, во-первых, конечно, бросили. Суарес в окрестностях, наверное, если провести вот такую окружность. Ну, знаешь, как он отскочил, да, прочувствовал момент. И внешней стороной еще поймал. Как говорит коллега Владислав Батурин, поймал. На фальке буквально два слова. Пришел он не часто выходит в составе Ромы, но каждый раз, когда выходит, он полезен. Кстати, именно с его передачи Джека забил свой первый гол в Италии в вороту Ювентуса. Ну, вот и сегодня он свой шанс получил. Благодаря травмам с Жервиньо и Салаха. Ну, пока играет не хуже, чем другие. Еще один эпизод. Нет, ну, здесь Пике, да, забил? Да, на второй раз пустые ворота. Да. Жерар Пике, и Месси не пожадничал. Выкатил мяч Пике на пустые ворота. Пике очень расстроился в классику, когда мунировали Хадади. Пробил уже причем 4-0. Без убойной позиции не пропустил мяч на самого Пике. Ну, и здесь Пике никто не освистывает, разумеется, на кампанову, в отличие от Бернабея у других испанских стадионов. Доволен. Месси вечно молодой. Да, вот смотришь на Месси. Кажется, что 10 лет назад он был таким, что вот сейчас абсолютно не меняется. Овсайды нет. Владимир. Да. Да, Константин. Что вы молчите? Пике уходит. И выходит Барк. Я смотрю на Неймара. Ой, как сейчас Неймара на публику сыграл. Ох, Месси дубль делает. Все-таки добивает мяч. 5-0. Нравится? Ну, ладно, я бы думал, что после каждого гола буду у тебя... Очень скоростно. По-моему, у Ромы нет шансов, чтобы не проиграть. Пришел к выводу Константин Кенич вдруг понял, что у Ромы нет шансов не проиграть. Шансов не проиграть второй тайм. Леонель Месси второй гол в двух матчах Лиги Чемпионов. Ну, я здесь вторым темпом догнал. Сначала по-хоккейному переправлял мяч и ворота Месси. И первым же успел на... Смотри, как Неймар, да, мяч обработал. Оп, и опять они втроем. И опять они втроем. А, кстати, Неймару передачу делал именно Месси. Вроде бы все гениальное просто. Ну, давай, может быть, спор какой-нибудь замутим. Кто первый сделает хитрик? Суарес или Месси? Неймар. Пеналь. Вот она, интрига. Фифу за Барселон. А, вот сейчас, ну, здорово вышел Лучан, сам же на пенальте. Неймар. Неймар пошел. Неймар. К мячу лучше не подходить. Ченстный. Шага. Шага. Неймар. Пижон. 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 Пижоны. Адриану забивает, тем не менее. Вы именно на этом стадионе, Владимир Никитич Маслаченко сказал эту замечательную фразу. Да. Пижоны. Пижоны. Лежат, а, великие торжествуют. Адриану. 6-0. Становит счет Неймара. Нехорошо сейчас поступил Неймар. Нехорошо. Шага в Лиге Чемпионов. Но, может быть, если бы счет был не 5-0, может быть, он так бы и не сделал. Не, зная Неймара, в принципе, он так и делал в последнее время. Но, хорош, Адриана не выключился и пробил над плечом голову.